А у стен Кремля сегодня открылся крупнейший в стране книжный фестиваль «Красная площадь». Участвуют издательства и библиотеки из 45 регионов страны. От собора Василия Блаженного до исторического музея. Один гигантский читальный зал. Книжные развалы заняли всё пространство. Презентации новинок, встречи с авторами, литературные сражения. Ну, что ещё приготовили для гостей фестиваля, расскажет Николай Васильев. Уйти с Красной площади без книги сейчас просто невозможно. Вот поклонницы популярной музыкальной группы узнали что-то новое о своих кумирах. Они в Африке снимали эту песню и все деньги с выручки клипа они отправили. Да, дети в Африке. А вот учёный нашёл редчайшие публикации интересных для себя работ. Генеалогия, история, проявление. А эта москвичка ищет книгу в подарок годовалому внуку. Хочется новинок. Книжный фестиваль на Красной площади уже четвёртый. Полмиллиона самых разных изданий всех жанров. От классики и научных трудов до кулинарных справочников и фотоальбомов. На Красной площади в эти дни книги, которые обычно в центре Москвы не встретишь. Это продукции региональных издательств. 45 делегаций со всей страны. Вот от Калининградской области и до Камчатского края. Что здесь? Давайте посмотрим. А ну вот, собственно, сразу особенности дальневосточной рыбалки. Причём сразу вон в трёх томах. Столичные книгоиздатели на Красной площади, конечно, в большинстве. И книги о Москве. Несмотря на век интернета, книжный фестиваль продолжает пополнять семейные библиотеки. Пока вот это самое минимум. Нам просто на лето задали читать эту книгу. Мне кажется, она интересная. Она живая. Да. У нас очень много книг, мы всегда только их покупаем. Живые книги. Они хранят дух писателя. А ещё они пахнут очень хорошо. Пахнут живым тоже. Торжественно открывшийся книжный фестиваль — это возможность прямо на Красной площади обсудить современную литературу с известными писателями, услышать классику в исполнении знаменитых артистов и, конечно, выбрать новые книги для домашней коллекции. Николай Васильев, Андрей Стифоров, Артём Кузнецов. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok